Поход за ягодами приковала эту девушку к больничной койке. Пациентку детской городской больницы укусила гадюка. Рептилию девушка не заметила и наступила на нее и моментально получила дозу яда. Укус мы расцениваем как средней степени тяжести. При поступлении ребенок был в удовлетворительном состоянии. Были проведены все необходимые меры профилактики, то есть это введение сыворотки против яда гадюки, инфузионная терапия и все необходимые процедуры. Отек уже почти сошел. Сейчас Нижнекамка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Доктор во избежание подобного просит горожан быть внимательнее к досугу своих детей. Чтобы родители обращали внимание на то, чтобы если они выходят куда-то с детьми, выезжают за город, на прогулку куда-то, особенно в таких местах, где какое-то поле, луга, реки, озера. То есть следить, куда ходят, стараться не посещать места с высокими зарослями травы, особенно в жаркий период времени, когда змеи достаточно активны бывают. Принимать солнечные ванны в такую жаркую погоду любят не только люди, а рептилии тоже нередко выбираются погреться под лучами солнца. Зачастую отдыхающие не замечают змей среди высокой травы. От укуса гадюки пострадали еще две женщины. Одна из них – жительница Камских полян, вторая из села Благодатная. Змея укусила их в тот момент, когда женщины собирали ягоды. Укус пришелся в руки. Обоим пациентам ввели сыворотку против яда. Но состояние 58-летней сельчанки было крайне тяжелым. Буквально на днях ее выписали из реанимации. Сейчас здоровью укушенной ничего не угрожает. Специалисты же советуют не пренебрегать мерами безопасности во время сбора ягод и грибов. В первую очередь раздвигать двинной палкой, в связи с чем можно как раз предотвратить нападение змеи. Запрещается в первую очередь разрезать место укуса, потому что может привести к попаданию инфекции. Затем накладывать жгут, потому что наложение жгута провоцирует гангренозное забоевание. Прижигать рану, так как при укусе змеи яд попадает именно глубоко в ткань, и прижигание здесь не поможет. Алкоголь употреблять ни в коем случае нельзя. Нужно сразу же обратиться за помощью к медикам. Айгуль Леблонская, Евгений Лозаев, Новости НТР.